Доброе утро! В то время как в Баку проходят европейские игры, особое внимание сегодня уделяется спорту. Мы также уделяем внимание особое спорту, но не так часто уделяется внимание ветеранам и инвалидам спорта. Есть, конечно, такие у нас фонды, организации, которые с особо подходом относятся к этим людям. И мы сегодня хотим как раз поговорить об одном из таких фондов. У нас сегодня в гостях вице-президент Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта ИФАВИС Валерий Забоводный. Доброе утро! Добро пожаловать! Доброе утро! Давайте, может быть, для начала просветим наших телезрителей, нас, Денисовым, потому что мы, может быть, тоже что-то поверхностно знаем. В чем заключается основная деятельность фонда? На что направлены ваши усилия? Во-первых, всем доброе утро! Хотел бы сказать, что Международный фонд помощи ветеранам и инвалидам спорта ИФАВИС официально был зарегистрирован 8 лет назад. И президентом его основателем является Григорий Иванович Карамалак. Это мастер спорта по вольной борьбе. Наш земляк. Да, наш земляк. Он находится в Москве. И из своих личных сбережений на протяжении уже более 8 лет, не побоюсь этого слова сказать, эту цифру назвать, Более 500 тысяч евро было потрачено на приобретение борцовских ковров, на спортивную атрибутику, на помощь инвалидам, ветеранам спорта, действующим спортсменам, Детям с малообеспеченных семей, плюс с Олимпиады Лондона, которые тоже наши же спортсмены, штангисты привезли две бронзовые медали, Они были премированы двумя автомобилями. И я думаю, что наша помощь, наша помощь нашего фонда является тем стимулом и той мотивацией для наших молодых ребят, Для тех же ветеранов, которые, они до сих пор выступают и приносят медали, и всегда, я говорю, что очень приятно, что наш молдавский флаг и наш гимн играет, звучит во всех странах, где участвуют наши спортсмены, как ветераны, так и молодежь. Вот, в принципе, такой вот у нас фонд. То есть, несмотря на то, что, скажем так, обозначено как помощь ветеранам-инвалидам спорта, на самом деле, ваша деятельность направлена гораздо больше секторов, да, в том числе действующих спортсменов, молодежные спортивные организации. Мы фонд создали, почему я говорю 8 лет назад, потому что помогали мы спортсменам в начале 90-х годах, когда был развал Советского Союза. Вот, это начиналось с спортивного интерната, который находится, республиканская общеобразовательная школа, школа спортивного интерната, которая находится на Христоботе, где я там же учился, где заканчивал, и знаю, что такое, когда у тебя вовремя есть и питание, вовремя есть и витаминизация, и есть какое-то внимание. Но после развала Союза все, как говорится, осталось в плачевом состоянии. Поэтому мы, как спортсмены, начали помогать всем видам спорта, которые занимались именно там, в интернате. И 8 лет назад, вернусь снова к этой цифре, 8, на одном из кортов в Москве, если вы знаете, что начал развивать в России и вообще в Москве идею тенниса, большого тенниса, это был Борис Николаевич Ельцин. И Григорий Иванович Кармалкад, дочка, она является мастером спорта по теннису, вот, она участвовала в московских чемпионатах. Кубок президента, там, так называются. Да, Кубок президента. Вот, и когда Григорий Иванович с легкой руки сделал жест и подарил молодым и перспективным детям подарки, то Ельцин спросил, вы представляете какую-то организацию? Говорит, нет, я от души, от себя не хочу афишироваться, говорит, это все хорошо, но зарегистрируйтесь, сделайте, и вас увидят, вас услышат, может, кто-то хочет действительно еще помочь в этом, да, и вот эти вот, то, что анонимная помощь, это хорошо, но пусть оно будет создано как организация. Вот, вот оттуда и появилась мысль. И буквально год назад этот фонд, филиал, открылся здесь, в Кашиневе, где я являюсь его председателем, президентом. А за помощью чаще обращаются или в основном по инициативе фонда? Фонд принимает решение, кому в данном случае сегодня нужна определенная помощь? Обращений очень много, и, ну, естественно, мы хотим всем помочь, но все по мере возможности, потому что я всегда говорю, если кто-то вложит или же принесет сумму эквивалентную нашей, больше нашей, да, мы готовы в эти пальмы им передать и сказать им спасибо, но на сегодняшний день, чтобы вы понимали, ни одного доллара, ни одного лея никто пока не принес. Это все наши совместно заработанные деньги, которые мы помогаем в спорту. Валерий, скажи, пожалуйста, вот ваше мнение, если мы, вот сейчас мы большое уделяем внимание финансовому, финансовой подпитке спорта, если бы Молдавский спорт получал бы больше финансирования, были бы у нас результаты спортивные лучше? Так что качественность. Есть ли такая прямая взаимосвязь денег и спортивных результатов? Ну, это мы буквально сейчас вот в Баку, я перебегу в Баку, да, вот мы находились буквально 10 дней в Баку и вместе с спортсменами жили в городке, который правительство построило его буквально там за полтора года, ну, за два, наверное, года, и вложило туда более 100 миллионов евро. Это 13-этажные дома внутри, ну, это целый городок, город в городе, это один из моментов. А вообще было потрачено более миллиарда 200 тысяч долларов на всю эту организацию. И все спортсмены, которые в Баку, которые выступают за Баку, также есть и в Молдавии, то же самое наш борец, девочка, которая завоевала золотую медаль. И я почему к этому возвращаюсь, что те же зудаисты, те же тяжелая атлетика, борцы, они не по своей воле туда уходят. Они хотят жить, и хотят нормально существовать. И, конечно, если бы здесь у нас в стране было бы все стабильно, они бы выступали. Мы и так горды тем, что имеем две бронзы по вольной борьбе и одно серебро в таких условиях. Что говорить, если бы были другие условия, конечно, это, наверное, были бы совсем другие результаты. Валерий, мы буквально несколько минут привернемся, у нас далее кроткая пауза, после чего мы продолжим нашу беседу. Друзья, как мы уже выяснили из более раннего общения, финансовая подпитка наших спортсменов просто необходима, жизненно необходима, чтобы они могли представлять достоинство нашу страну на международных различных соревнованиях. У нас сегодня в гостях вице-президент Международного фонда помощи ветеранам Меморида спорта и ФАВИС Валерий Забоотов, с которым мы уже обсудили некоторые моменты по работе этого фонда. Также у нас есть еще вопросы к вам. Что касается, может быть, борьбы, немножко боевые искусства. Мы знаем, что вы президент Федерации вольной борьбы, поэтому, наверное, об этом немножечко тоже хочется поговорить. Вы уделяете особое внимание именно боевым видам искусства, единоборствам, либо все-таки ставите помогать различным федерациям, различным видам спорта? Ну, если мы говорим, что и помогаем и ветеранам, и инвалидам спорта, то, учитывая тот момент, что даже наш временно исполняющий обязанности, министр спорта Сергей Афанасенко, он не борец, он теннисист, но я всегда называю этих людей, которые с ограниченными возможностями, я их называю героями, потому что они изо дня в день сталкиваются с многими трудностями. И плюс еще финансовая трудность, в которой они могут выехать на соревнования, хотя они этого хотят. И даже здоровый человек, который что-то может сделать, имеет финансы, он не так себя вкладывает в спорт, как люди с ограниченными возможностями. Поэтому в отношении такого вида спорта, ветераны спорта, которые тоже выезжают на различные соревнования. Что из-за ветеранов порой бывают лучшие результаты, чем у молодых спортсменов, потому что, не знаю, в чем лицело духа, либо желание себя проявить, или добиться каких-то еще больше результатов. Я немножко, не то, что похвалюсь, да, вот я скажу, что в 2008 году я тоже боролся по ветеранам Швеции. И я сравнил свой настрой духа, как вы говорите. Мотивацию. Да, мотивацию. Я выходил бороться без мандража. Потому что когда ты молодой, у тебя там спрыска адреналина, и процентов в 70 энергии, силы просто уходят. А здесь я вышел как будто пообщаться. В удовольствие. В удовольствие. У меня не было этого мандража, страха этого не было. Ну, это, будем так говорить, с возрастом набирается опыт и дух, естественно. Вот. И поэтому наши ветераны, 75 лет борются, такие, как Петр Михайлович Кармалак, он является заслуженным тренером Украины, заслуженным тренером Монголии, сам родом из Юга Молдавии, и, ну, живет на Украине. И мы сейчас собираемся в честь его проводить на Юге Молдавии борьбу, ну, традиционные виды борьбы есть, да, турниры. И хотелось бы также вернуться о мотивации, о поддержке наших спортсменов и тех же ветеранов. Потому что молодежь, она ориентируется на ветеранов тоже. Со временем они также станут ветеранами, и они видят, что помогая ветеранам, значит, мы их тоже не забудем. А в таких видах спорта, как борьба, да и во всех таких видах спорта, часто бывают травмы, и нужна реабилитация. Вот. И видя, как мы им помогаем, как мы участвуем в их жизни, вплоть до общения с семьей, там, с детьми, с женами ихними, да, вот. Хочу одно сказать, что мы одна общая спортивная семья, тем более борцы. И фонд Ифавис старается максимально вкладывать и финансы, и связи. Вот в течение более пяти лет нас посещали трехкратные олимпийские чемпионы, такие как Артур Таймазов, олимпийский чемпион Магомед Хаджимурад Магомедов, такие как Александр Карелин нас посещали, Александр Лебзяк нас посещал. Это все личные связи Москвы, и это служило тем, что приезжая сюда, ребята видят, что их не забывают. И очень хорошие отзывы, когда мы выезжаем куда-то на соревнования. И они, вот даже те же олимпийские чемпионы, они свою оценку ставят, что вот в Молдавии есть хорошая школа борьбы. И нас это как бы вдохновляет. Понятно, что есть перспективы, когда такая оценка кончается. По вашему мнению, какие, может быть, спорты еще требуют особого внимания? Может быть, они перспективны? Тоже перспективны? Какие боевые искусства в нашей стране? На данный момент, наверное, один из приоритетных, по крайней мере, борьба, это не боевое искусство, да. И даже не восточное единоборство. Если вернуться к восточным или к боевым искусствам, возьмем тот же Муай-Тай. Мы имеем нашего чемпиона мира, имели, вот это я в прошлом говорю, это светлая память ему. Он погиб также на ринге, да, это Ион Сильвестру, который участвовал в Таиланде, завоевал на Кубке Короля Таиланда, завоевал золото, золотой пояс, и этим он прославил Молдавию, это еще 90-е годы. Вот. И, ну, я говорю еще раз, что многие ребята уезжают, потому что, ну, не видя здесь стабильности, да, вот они уезжают, они хотят нормально жить. Вы понимаете, что основная, основной коллектив ребят, это дети из малообеспеченных семей, вот, и поэтому они и дают результаты. Но видя рядом, что кто-то ездит на хорошем автомобиле, хорошо живет, и, естественно, им хочется зарабатывать, а в спорте, ну, очень маленькие зарплаты. Да, поэтому им приходится выезжать, в другие клубы выступать, за другую страну. Зато есть удерживающие факторы, такие, как вы говорите. Валерий, да, послушайте еще одну вот тему, которую вы немножко затронули, насчет людей с ограниченными возможностями. По вашему мнению, почему необходимо привлекать спорт? Потому что очень много людей стали уделять этому внимание, чтобы привлекать людей с ограниченными возможностями в различные спортивные виды спорта. Почему? По вашему мнению, это необходимо в первую очередь сделать? Ну, это поддержка их, моральная поддержка в первую очередь. Потому что я всегда говорю, что человек не застрахован ни от чего, он даже в спорте. Ты в любой момент можешь травмироваться. Это не обязательно там иметь серьезную травму, маленькую. Любая травма, это уже травма, которой ты не можешь в большой спорт войти. И ты уже относишься к другой категории. И когда есть рядом друг, или есть рядом фонд, который может тебе помочь, ты можешь поехать на ту же какую-то клинику, сделать себе операцию, в которой в дальнейшем ты можешь продолжить свои деятельности в спорте. Вот мы, как говорится, всегда открыты и всегда рядом. Валерий, наше эфирное время подходит к концу. Все-таки в завершение. Вот сейчас, понятно, были направлены усилия на игры в Баку. Вот что сейчас, какие перспективы у фонда, что сейчас вам предстоит делать, планы, проекты? Ну, я, во-первых, хочу сказать, что Федерация борьбы в этом году объявила годом Ивана Михайловича Заикина. Это легендарный борец, который основал борьбу в Молдавии. Не хочется распыляться, но вот мы сейчас пробиваем парк, где рядом живет Иван Михайлович Заикин. И общими усилиями со всеми федерациями борьбы, со всего мира, этот вопрос поднимался на уровне фила в плане того, что я его поднимал, и мы были, как говорится, инициаторами этого. Установить ему памятник и отдать дань памяти этому светлому человеку, который прославил нашу Молдавию и который 20 лет последних прожил здесь, в Молдавии, и похоронен на армянском кладбище, где мы по любым праздникам посещаем его могилу. И до развала Советского Союза проходил такой международный турнир, мастерский турнир имени Ивана Михайловича Заикина. И также провести турнир, память о нем. Вот наши идеи. Мы благодарим, что вы пришли к нам в гости, рассказали о вашем фонде. Надеюсь, что у вас будет возможность помочь как можно большему количеству людей, которые любят спорт и стремятся быть в жизни успешными. У нас сегодня в гостях был вице-президент Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта и ФАБИС Валерий Забоут. Я пока не упустил, если будет еще возможность, вы дайте мне последнее слово, как говорится. Прямо сейчас вам не даем этого слова, конечно. Мы, наш фонд, наш фонд открыт для всех. И маломальски, кто бы хотел, кто бы пожелал помочь спорту, мы готовы рассмотреть любое предложение. И предложение ветеранов спорта, инвалидов, действующих спортсменов, молодых ребят, школьников. Я до конца, в студии мало времени, до конца они раскрыли, что мы уже третий год проводим в канун 1 сентября такой марафон. Это перед 1 сентября мы приглашаем детей с родителями и приглашаем видных ребят, чемпионов мира, олимпийских призеров, которые могли пообщаться с родителями и посоветовать, куда отдать ребенка. И мы назвали этот праздник под названием «Я люблю спорт». Поэтому я хотел бы вам в студии подарить такую футболочку с логотипом. Спасибо большое. «Я люблю спорт». На студии все любят спорт. Абсолютно все. И поэтому я думаю, что я знаю, что вы… Спасибо большое. Мы ее примерим обязательно сегодня. В следующий раз прием больше подарков мы надеемся, что у вас будет возможность помогать всем, кто нуждается в первую очередь. Спасибо, что вы были на своем гостях. Желаем успехов, удачи. Спасибо, что пригласили. И чтобы к вам пристали на нас больше людей, которые также, может быть, обладают какой-то возможностью и финансовой, и может быть, просто помочь морально вам тоже помогут. Главное, чтобы вы открыты. Теперь мы движемся далее. Теперь от спорта переходим к отношениям. У нас в студии уже появился эксперт по взаимоотношениям Наталья Мелехина. Сегодня она расскажет, в чем причина недолговечности и хрупкости отношений. О женских ошибках.